Приглашаю в эфир Кирилла Серова и Алексея Ильина. Кирилл Серов, CTO PIX Robotics. Алексей Ильин, руководитель направления интеллектуальной автоматизации компании Gazentech. Кейсы масштабных внедрений RPA в госкомпаниях. Кирилл, здравствуйте, вижу вас хорошо. Да, добрый день, слышно меня нормально? А, прекрасно. Да, коллеги, добрый день. С удовольствием второй год подряд выступаю на этой конференции. И на прошлой конференции я говорил о том, как делать масштабные внедрения и, собственно, как подходить к масштабным внедрениям по роботизации на основании своего опыта, на основании опыта работы с другими вендорами и так далее. Сегодня мы проговорим и, собственно, услышал запрос с предыдущей конференции о том, что больше кейс, может быть, больше раскрывать какие-то детали. Мы в последнее время очень много работаем с госкомпаниями. Сейчас там очень активный тренд по импортозамещению идет. И, соответственно, мы хотим рассказать про кейсы внедрения в RPA в госкомпании, масштабные кейсы, какие-то побольше, какие-то поменьше, и, соответственно, рассказать про их особенности и, соответственно, поделиться и радостями, и болями при работе с этим. Пару слов о себе. Я СТО компании PixRobotics. Я более 10 лет занимаюсь IT в разных ипостасиях, разработчиками, медленных архитекторами. В основном участвовал ранее до RPA в масштабных проектах автоматизации, в том числе, кстати, в госкомпаниях. Это RP-систем, CRM-систем и так далее. В RP я последние больше 4 лет, кроме собственной платформы, я занимался работой на платформе других вендоров в приоритете зарубежных вендоров. И, соответственно, на своем опыте вам расскажу, чем мы занимаемся. Компания Pix тоже чуть подробнее раскрою. Мы, для тех, кто не знает российский рынок, мы одни из лидеров российского рынка по, соответственно, внедрению RPA. Мы, собственно, отечественная платформа. Существуем с 2018 года и созданы вот такой командой объединением тех людей, которые, там, одним из первых в России занимались внедрением роботизации, ну, преимущественно на зарубежной платформе. Это ее и пасса, это Вышневой, и призм и так далее. Если вы посмотрите на наших клиентов, вы увидите, что мы работаем с крупными компаниями. Это крупные компании не обязательно с госучастием. Я бы даже, наверное, по статистике не могу привести, сейчас только в голову пришло. Ну, по ощущениям, что, там, может быть, госкомпаний чуть поменьше. В основном, это крупные компании, частные. Ну, может быть, там, с госучастием тоже достаточно много компаний имеется. Собственно, по клиентам вы увидите, что это крупный бизнес. Поэтому отсюда направленность нашей платформы. Мы прекрасно подходим под импортное замещение, прекрасно работаем с российскими компаниями, мы знали более российских компаний. И последнее наше развитие направлено на то, чтобы активно внедрять и, собственно, распространять РПИ в России в плане того, чтобы масштабировать это можно было. Потому что зарубежные платформы не всегда, например, позволяют масштабироваться в рамках компании. Это зависит от стоимости. С последними событиями стоимость зарубежных РПИ значительно будет возрастать. Поэтому для российских компаний вопросы переходят на российские вендоры. И, соответственно, мы уже больше трех лет этим занимаемся и развиваемся в этом направлении. Плюс мы активно внедряем, собственно, полную экосистему роботизации, про которую мы очень часто говорим. И на предыдущем тоже выступлении я говорил о том, что проработка архитектуры роботизации очень важна в рамках вообще построения архитектуры внутри айтишной и, соответственно, грамотного внедрения. Чтобы это были не местечковые роботы, одни, два, три, а, соответственно, полноценная инфраструктура, которая управляется централизованной из айти. Прежде чем прийти к кейсам, я выделю некоторые особенности по работе с госкомпаниями. Это, естественно, не все особенности. Это далеко не все особенности. Я не буду останавливаться подробно на каких-то уникальных вещах. Но вот расскажу, выделю некоторые особенности, которые позволяют с госкомпаниями работать, с которыми мы сталкиваемся. Первая особенность – это, соответственно, такое слово не очень хорошее, может, бюрократик, кто носит негативный характер, но мы, тем не менее, ее рассматриваем под разными, вкладываем в это слово разные возможности, по крайней мере, работы с госкомпаниями. Это не столько про то, что работать с госкомпаниями требует много бюрократии в плане документов, проверок, различных подач документов, конкурсов и так далее, и так далее, то есть это цикл самый большой. А это еще очень важная вещь про работе с людьми и работы с архиаструктурой. Госкомпании крупные – это достаточно сложная структура сама по себе. Там много людей, принимающих решения, много людей, связанных с конкретными процессами, и не всегда эта структура явно отражает структуру, ну, там, структуру, линейную структуру, там, этого предприятия. Поэтому при работе с этими людьми очень важно внимание для многих, много контактов с этими различными структурами этой госкорпорации или госкомпании. И, соответственно, продажа лицензии, там, продажа каких-то услуг, она связана с общением со многих точек, со точки соприкосновения, как мы называем. Поэтому там порядка пяти точек соприкосновения для каждой госкомпании мы предполагаем изначально. Это как со стороны нашей, со стороны вендора. Мы большую работу со стороны вендора прорабатываем, когда работаем, когда партнер к нам приходит с какой-то корпорацией. И также со стороны партнера, который заинтересован во внедрении проекта, в оказании услуг и в решении проблем этой госкомпании. Потому что там некоторые проблемы, чтобы выяснить, соответственно, нужно копать и разговаривать со многими людьми. Это, в целом, пересекается вообще с крупными компаниями в целом, но в госкомпаниях это носит определенный оттенок свой. То есть каждая госкомпания, она уникальна, и этот уникальный подход нужно искать ко всем. Вторая особенность внедрения в госкомпания – это специфические требования к безопасности. Здесь меня, как вендора, часто интересует вопрос, соответственно, требования безопасности к ПО. Они достаточно обширные, разносторонние, каждый по-разному. Мы сейчас делаем ряд внедрений в региональные муниципальные структуры, и у них примерно там требования безопасности одинаковые, но если мы подходим к другой компании, которая, например, занимается финансовыми инструментами в госструктуре, то там требования безопасности могут кардинально отличаться. Это как требование к хранению паролей у них может быть абсолютно уникальное. Здесь важно со стороны вендора, чтобы мы подстраивались и были готовы к тому, чтобы вы резко там, чтобы была возможность настроить это ПО и, соответственно, защитить там те позиции, которые к этому ПО предъявляются. Также требования к безопасности идут после того, как уже начались работы и внедрения. Соответственно, если мы хотим рассказывать о некоторых кейсах, почему я эту особенность рассказываю, то не всегда партнер или вендор может сразу либо там полностью всю информацию раскрывать. И чаще всего всю информацию, все информации по конкретному внедрению или по какой-то разработке ни вендор, ни партнер может просто не иметь, там, какие-то детали может. И, соответственно, о таких процессах разглашать сложно, трудно, ну, точнее, невозможно, пока не дали доступ. А когда дали доступ, то нет полноты информации по тем или иным процессам. Следующая особенность в внедрениях – это, соответственно, высокий технический требование к выбору платформы. Госкомпании тщательно подходят к выбору платформ. Они делают большие сравнительные характеристики. Не всегда экспертизы хватает, чтобы сделать там сразу качественное сравнение. Поэтому с вендорами они очень много общаются. Мы доказываем, что это лучше, это может быть не надо, это хорошо, это может быть полезно, это может быть не полезно. И, соответственно, большую работу в этом смысле проделываем. Поэтому работа там с госкомпанией мы закладываем достаточно большое время на проработку, возвращаясь к касаниям с людьми, то есть техническими, и со службами безопасности. По особенностям, в принципе, по внедрениям в госкомпания я, в принципе, закончу, но дальше мы эти особенности в рамках кейсов будем затрагивать. Давайте перейдем к кейсам. И первый кейс, про который мы хотим рассказать, это кейс глав госэкспертизы. Эти коллеги достаточно давно с нами работают, если не ошибаюсь, с 2019-2020 года, с начала 2020 года, конец 2019-го. Они там, в отличие от многих наших других клиентов, они работают самостоятельно, то есть не используют там внедрения партнеров, они полностью самостоятельно разобрались, соответственно, создали центр компетенции у себя, нас привлекли по консультации уже по факту внедрения, там были технические вопросы какие-то, то есть большие. Там робот знаком не только госкомпаниям, это там процесс не только госкорпорация, это процесс в целом по закупщикам. Робот выполняет, собственно, процедуру закупки, подготовки документов, проверки документов для скупочной компании. То есть он выполняет несколько функций, собственно, проверяет, заполняет, управляет. И еще и мониторит закупки на предмет того, что подходит ли нам эта закупка или не подходит, то есть мониторит на данной площадке. Процесс достаточно всем знакомый, но в чем особенность, например, главу экспертизы по работе с этим процессом? Какие результаты они получили по результатам внедрения этого робота, точнее нескольких роботов, которые этим занимаются? Ну, скорость обработки, они считались в том, что возросла более чем в три раза, и снижение количества ошибок на 80% от критических показателей, потому что как вы реагируете на первую там тендерную заявку и как вы правильно подаете документы, это зависит вообще, пройдете вы к следующему этапу или не подойдете, хватит ли вам всех документов для того, чтобы пройти к следующему этапу или нет. Соответственно, у них это автоматизировано, там по деталям, какие из этапов операции автоматизированы, у нас опять же информации детальной нет, но там порядка 80% ручного труда автоматизировано через робота, то есть заявки собираются в почти полностью автоматическом режиме. При этом, какие результаты они получили, мы узнали в 2021 году, они отчитались о том, что они получили, я даже немножко процитирую, то есть они получили в ходе образовательного проекта главку экспертизы, экспертиза будущего, они создали этого робота и, соответственно, на премии достаточно престижной получили, а на конкурсе лидер конкурентных закупок от российских получили, собственно, приз за внедрение этого робота и отчитались о том, что они увеличили качество и, собственно, скорость проведения закупок. И если говорить про, там, если говорить про такие результаты, собственно, внедрения, это не все роботы, которые в госэкспертизе внедрены, но вот на этом процессе глобальном, который вот объединяет в себе вот эти все этапы, соответственно, участвуют в порядке двух роботов. То есть там не прям масштабный проект, но результаты достаточно масштабные. они в 2021 году по итогам работы года вышли на 16-е место в рейтинге закупочных компаний России. Как говорит их финансовый директор, собственно, это произошло не в меньшей степени благодаря работе роботов PIX и вот автоматизации этого проекта. Следующий кейс, который бы мы хотели рассказать, это более масштабное внедрение, которое также идет с 2019 года и сейчас оно пошло на сильное масштабирование. Это завод Купол, военный завод Купол. Соответственно, там коллеги создали процесс, наши партнеры создали процесс по формированию комплектовочных ведомостей на основании заказов, комплектовочных заказов. Работа идет с отечественной RPA-системой Omega Production. Там происходит работа, собственно, робота по комплектации заказа. Робот как подбирает аналоги, так и фиксирует эти остатки на складах, смотрит, что на складах есть, подбирает аналоги номенклатуры, эту номенклатуру на складах, собственно, резервирует и создавляет комплектовочную ведомость. Ранее это у них происходило все полностью в вручном режиме, никакого автоматического подбора не было, и, соответственно, они туда натравили роботов. В рамках пилота, в рамках первого проекта они это делали на одном, как бы сказать, у них там цеха, поэтому в одном цехе они это делали, там несколько рабочих мест было. Соответственно, после успешного внедрения они отчитались об этом на публичном мероприятии, и с тех пор мы можем об этом публично рассказывать, соответственно, в личном поле. На текущий момент у них автоматизировано более 22 цехов. Это хороший пример того, как роботизация масштабируется в рамках компании, то есть есть типовой процесс, повторяющийся, и он очень быстро был разнесен на 22 цеха, и там роботы спокойно по ним крутятся, работают и заполняют эти комплектовочные ведомости. Процесс сам внедрения шел в три этапа. Первый этап роботы научили в целом создавать и там смотреть появление заявок, комплектовочных заявок и подбирать под них номенклатуру. Второй этап был резервирование остатков этой номенклатуры, которые они подобрали под эту заявочную комплектацию, заявочную ведомость комплектации. И третий этап это было самое сложное, это подбор аналогов. То есть робот, как человек, умеет подбирать аналоги. Там сверхъестественного ничего не было в плане того, что там никакого машинного обучения, никакого сложных каких-то операций не было. Там был четкий алгоритм, который принесли на робота, и он научился подбирать аналоги, собственно, номенклатуры для заявочных ведомостей, если какой-то номенклатуры, которая указана в заявке, не хватало. Поэтому человек, если раньше он 100% времени это делал, вручную, сейчас он только проверяет, соответственно, итоговую заявку, которую создал робот. И тем самым мы человека, получается, из цикла вытащили и отправили его только на работу, фиксирование там, да, либо нет. И то, говорят, в последнее время уже там люди особо не проверяют за роботом, потому что в целом алгоритм полностью рабочий. При этом автоматизировано 22 цеха, но так как коллеги используют наши инструменты в полном функционале, они работают в полностью в закрытом контуре, это определенные проблемы в госкомпаниях тоже создается. Но, тем не менее, мы к этому полностью готовы. Они используют полный наш функционал, то есть они используют PixMaster, оркестратор, если будет удобнее вам, и, соответственно, десяток роботов. Десяток роботов им хватает, в принципе, с запасом на эти 22 цеха. То есть у нас мастер автоматически распределяет задачи по этим цехам, и, соответственно, роботы спокойно выполняют поток тех заявок, которые ведут на мастеры, которые ведут на разные цеха. И, соответственно, в порядке очереди обрабатывают. Поэтому 22 цеха или там этот, это не значит, что есть 22 робота, есть один мастер, который, соответственно, за его роботом управляет. А остальных роботов они сейчас планируют использовать на другие процессы, которые в том числе сейчас спонтируют в данных цехах. Проект достаточно масштабный был, закончен, заканчивается, точнее, продолжается он сейчас. Закончена основная работа по нему была еще год назад, но мы ждали официального, собственно, появления в сети, там, отчета руководителей о том, что все прошло успешно, они выступали на большой конференции и где рассказали про этот кейс более подробно. А результатами кейса, кроме того, что 22 цеха, соответственно, робот, понятно, работает круглосуточно, исключена человеческая ошибка. Человеческий фактор. И процессы ускоренные, ну, там, отчитались о том, что более чем в два раза, там, подробно не посчитать, к сожалению, не можем. Думаю, там, примерно в таком формате. При этом, как, ссылаясь опять на особенности работы с госкомпаниями, то есть мы, там, первое, это вопрос защиты, да, то есть мы два года ждали о том, чтобы опубликовать этот кейс и, собственно, не могли о нем рассказать, хотя было достаточно масштабное внедрение большое с нашими коллегами. Поэтому, вот, как бы, это особенность работы с госкомпаниями, но она окупается и, соответственно, ребята дальше автоматизируют и масштабируют в рамках и группы компаний, и в рамках своих цехов. Следующий кейс расскажет мой коллега, это, собственно, наш партнер компании «Газонтех». Они сейчас делают несколько крупных и больших внедрений и с особенностями внедрений в госкомпании они очень хорошо знакомы, мы с ними сейчас прорабатываем. Поэтому спасибо за внимание, готов буду ответить на вопросы после нашего выступления. Спасибо, слово передаю Алексею. Всем добрый день, коллеги. Добрый день. Так, меня включу. Наверное, меня видно. Да, я вижу. Да. В первую очередь благодарю коллег из PIX Robotics, Кирилла, которые пригласили выступить, рассказать наш кейс. Я, собственно, занимаюсь роботизацией с 17-го года. Раньше работал с продуктами UiPath и Automation и Newe. Где-то с лета прошлого года мы начали сотрудничество с компанией PIX. То есть мы решили, что нам нужно поменять стратегию работать не с зарубежными платформами, а переключаться на отечественных. И когда мы выбирали платформу, одна из двух ключевых критерий, почему мы выбрали PIX, когда мы сравнивали с другими отечественными. Первое – это техническая архитектура и перспективность самой платформы. То есть многие отечественные решения, они по большей части пытались повторить UiPath, преимущественно даже ранние версии. Здесь принципиально другая архитектура, то есть заложено потенциал гораздо больше, чем роботизация рутинных процессов, а скорее заложен потенциал интеллектуальной автоматизации, к которой идет PIX, делая свое решение, где создавая цифровую рабочую среду, где бок о бок работают человек, роботы и искусственный интеллект. То есть где речь идет скорее не об выявлении точек рутинных процессов и их автоматизации, ну, что означает не цифровую трансформацию, а просто процессную оптимизацию, а реальной цифровой трансформации, где можно смоделировать, полностью перестроить бизнес-процесс, и где рука об руку будут работать роботы, искусственный интеллект, машинное обучение и человек. И мы начали с того, что сделали с ними пилоты, несколько пилотов, пилотных проектов, посмотрели, что то, что мы реализовали раньше на платформе Automation.niv, можно точно так же хорошо делать на платформе PIX. И после этого один из наших ключевых заказчиков, это органы исполнительной власти, они приняли решение о миграции на отечественную платформу. Сейчас у нас уже мы начали, что все развернули рядом с зарубежной платформой, развернули российскую платформу. Все новые процессы мы запускаем непосредственно на PIX, а старые процессы мы сейчас мигрируем, и в планах к лету полностью отказаться от зарубежной платформы, работать только на отечественной. Если говорить о проекте, что мы там сделали? То есть мы построили систему работы с обращениями граждан и служебными письмами. То есть работа у нас идет в основном с двумя системами. Это система электронного документа оборота, ее еще называют СМЭФ, система межведомственного электронного взаимодействия, и система сервис-деск компании Hewlett Packard, система HPSM. Мы внедрили так называемых цифровых помощников. То есть любой сотрудник или любой руководитель организации может поставить себе цифрового помощника, который подключается к нему внутри вот этой системы IDO и начинает сканировать, считывать все обращения и письма, которые на этого человека приходят. И дальше он их анализирует. Сначала он считывает их во внутреннюю базу данных, потом он в внутренней базе их анализирует по преднастроенным правилам и определяет, что с этими обращениями делать. То есть он может, первое, сделать поручение на другого человека. То есть в зависимости от различных условий, сделать поручение на определенный список лиц, которые указаны у него в настройках. Первое. Второе. Он может проверить карточку обращения и если карточка не хватает данных, ее дообогатить тоже по определенным правилам. Третье. Если она попадает под критерий, что можно подготовить типовой ответ, он готовит этот типовой ответ по заранее настроенному шаблону. И четвертое. Когда он подготовил ответ, сделал там лист согласования, запустил его этот лист согласования в ИДО, он может, соответственно, когда сообщение обработано, письмо обработано, выполнить его регистрацию, добавить и вывести его на печать. Там при регистрации нужно с файлами обращений, которые в Варде проделать там некие действия, вставить туда штампик с датой и номером, когда оно подписано в Варде, роботы тоже это делают. При этом мы поддерживаем две цепочки бизнес-процесса. Одно, когда у нас работает, работа выполняется только в системе ИДО, весь цикл, а есть еще другая цепочка процесса, когда есть еще, когда письмо или обращение проходит еще через сервис-деск, когда по нему возникает инцидент, и когда, то есть там несколько более сложный документ оборот. Здесь у нас также роботы анализируют входящие активные обращения, и вместо поручения на пользователя в системе ИДО, они делают обращение в системе ИДО, в определенной группе, тоже на определенных пользователей. И дальше уже работа с ними идет внутри системы ИДО. Люди их обрабатывают. В каких-то случаях, если попадают под типовые условия, роботы непосредственно в системе ИДО могут сделать типовой ответ. Если ответ на типовой, человек сам его делает, прикрепляет его к инциденту по обращению, соответственно, робот хватает этот инцидент, который передан в работу, и дальше по нему возвращается в систему ИДО и делает ответ уже по отработанному инциденту в системе ИДО. То есть вот достаточно много таких процессов. На данный момент весь процесс миграции, у нас на него собрана совместная команда, то есть мы работаем вместе с консультантами PIX, где работы распределены, часть работ делаем мы, часть делает PIX. То есть и полностью отказ от западной системы у нас планируется на май месяц. Вот, наверное, если коротко, все, что я хотел рассказать. Ну, добавлю еще, что касается архитектуры, которую мы используем, это PIX-мастер. У нас развернут трехсистемный ландшафт Pro, Test, Dev. В продуктивной среде стоит мастер, через который происходит маршрутизация всех задач, которые идут на роботов. Есть 10 роботов, исполняемых функций. И, соответственно, в студиях работаем только мы. То есть в продуктиве работает параллельно 10, ну, бот-раннеров или 10 роботов. Спасибо, уважаемые участники. Есть у нас несколько минут на вопросы. Спасибо Алексею Кириллу. Давайте сейчас активизируйтесь, пожалуйста. У меня, Алексей, к вам вот какой вопрос. Вы в начале своего выступления сказали, ну, о том, что и о своем опыте работы с другими, платформами, да, и об особенностях PIX Robotics. Вот скажите, вот в примере, который вы проводили, в кейсе, который вы приводили, какие есть, не знаю, особенности, какие-то требования, граничные условия, которые вам удалось реализовать на PIX Robotics, но было бы сложнее сделать это на других платформах. То есть как эти особенности платформы PIX Robotics, о которых вы говорили, проявились в данном конкретном кейсе? Ну, на самом деле, такого, что не может UiPass или не может Automation Nivea, но может PIX. Ну, с таким мы еще не столкнулись. Скорее, наоборот, мы столкнулись с тем, что все, что мы сделали раньше, что у нас было автоматизировано на UiPass или Automation Nivea, это можно сделать на PIX. Понятно. То есть поняли, что можно делать ничуть не хуже и с такой же скоростью разработки. Да, хорошо. И вот есть вопрос Сергея Ватякова по миграции. Он говорит, что многие госкомпании проводят пилотирование российских платформ, хотели бы мигрировать на российский софт. Вот какие есть особенности миграции на PIX и чем здесь, ну, вот компания PIX, уже, наверное, Кирилл, к вам вопрос, может помочь клиенту. Ну, Алексей, наверное, вы первые используете вот особенности миграции. Потом, Гадим Кирилл, прокомментируйте. Пожалуйста. Ну, я скажу сразу, как вот предыдущий докладчик по Шерпи рассказывал их основатели, что я не верю в техническую, полностью техническую, автоматическую миграцию одного алгоритма в другой. То есть миграция – это все-таки бизнес-проект и грамотный, как бы, подход, проектный подход нужен здесь. То есть при этом, при миграции бывает еще такая ситуация, что на предыдущей платформе бизнес-процессы, они могут быть, ну, недостаточно оптимизированы, недостаточно структурированы. Всегда есть области улучшения. Поэтому мы не только, мы не изучаем код на старой платформе, а мы изучаем, идем от бизнес-процессов, от бизнес-задач. То есть, но те наработки, которые есть, и та документация, которая есть, схема процессов, они, конечно, сокращают время и сильно помогают. Понятно. Давайте я чуть уточню вопрос, чтобы вам и Кириллу было проще. Какие риски присутствовали при миграции, и что вы сделали для того, чтобы этих рисков избежать? Ну, те или иные риски. Затраты времени, что-то еще, ну, любые. Так, ну, или мне сказать. Да, да. Ну, у нас достаточно хорошо поставлен производственный процесс, и в него включилась команда Пикса и сам проектное управление. Единственные риски, с которыми мы столкнулись, в том, что, ну, они присущи, я думаю, любой молодой платформе российской, в том, что действительно платформа молодая, и возникают какие-то нюансы, технические ситуации, когда в лоб какую-то проблему решить не удается. И вот здесь как раз совместная работа с Пиксом очень сильно помогает, потому что бывает нужна ситуация, когда нужно быстро делать какие-то доработки, какие-то вносить изменения и включать их в ближайшие релизы платформы. Вот здесь у нас есть очень оперативная как бы поддержка со стороны Пикса. Ясно, спасибо. Кирилл, пожалуйста, я так понимаю, Алексей, что здесь очень, ну, залог успеха – это грамотное распределение сферы ответственности, да, задач между вами, как платформой, и в данном случае заказчиком. Ну вот, пожалуйста, теперь ваш комментарий. Да, здесь, если говорить про мигрирование, миграцию на российский софт, действительно, сейчас много с этим сталкиваемся, и крупные проекты переносим с разных платформ, вот с Алексеем переносим с Automation, где-то переносим с UiPath. Я здесь на несколько этапов разобью ответ. Первый этап – есть технические особенности, то есть, например, при переходе с того же UiPath нас чаще всего спрашивают, а вот у нас UiPath дает, например, рефреймворк, что вы можете предложить, какой-то аналог. Мы, соответственно, предлагаем аналог рефреймворка, говорим, как это можно сделать и так далее, и так далее. То есть, там, последние прям несколько встреч с нашими партнерами были связаны с рефреймворком и того, как с рефреймворка перевести на PIX. То есть, по сути, там, рефреймворк – это просто стейт-машина, классический алгоритм. И, соответственно, мы просто рассказываем о том, как его правильно организовать у нас и как это правильно сделать. У нас скоро это появится дополнительное обучение, и мы решили, что с возникшими вопросами лучше его обучение дополнить. Второе, что мы делаем, то, что говорит Алексей, мы организуем совместные группы по внедрению. Соответственно, вот это разделение обязанностей, оно очень важно. Почему? Потому что мы видим, что внедрение крупное, и я помню по старой памяти внедрение крупное даже на ее пассе, там, на каких-то сторонних зарубежных платформах требовало консультации, например, технической или нетехнической с коллегами от вендоров. И здесь мы видим в этом наши преимущества, потому что мы как бы местные русскоговорящие сидим рядом и, соответственно, можем быстро ответить на вопросы и быстро дать консультацию. Я вот помню, с Алексеем был момент, когда не хватало какой-то специфической активности у нас, например, по... вот там понадобилось в Word где какой-то специфическую шаблон какой-то добавлять и, соответственно, это нужно было быстро сделать. Коллеги могли, естественно, написать там это все, используя там встроенный код, да, быстренько написать какое-то там свое действие и, соответственно, запустить. Но мы здесь вот подумали, что, ну, в принципе, эта активность может быть понятна, доступна. Мы быстро написали активность, скинули коллегам, и они сделали этот процесс. То есть это такая совместная работа. Мне кажется, залог успеха это преимущество в том числе российских вендоров при иммиграции с зарубежных кодов. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Так, ну что ж, время предоставлять слово следующему выступающему. Я очень вас благодарю, Алексей.